75% украинцев чувствуют стресс, эмоциональное истощение, сказала Елена Зеленская, первая леди нашего интервью BBC. Кстати, большое интервью на меня произвело огромное впечатление. Елена, ну в общем-то, мне кажется, что у нее высочайший уровень вообще в спикерстве. Мне очень понравилось интервью. И как бы поддерживая вот эту мысль, в этот же день генсек НАТО Столтенберг сказал, что Украину может ждать очень тяжелая зима, как он сказал, ужасающая зима. Но тем не менее, весь Запад сейчас обсуждает это, и все говорят, сколько денег будут сейчас давать, какую помощь оказывает. То есть у меня такое ощущение, что все западные страны готовы сейчас очень серьезно поддерживать Украину. Вот я там слышу, те будут давать столько-то миллиардов, те столько-то. Как вы считаете, Запад сможет помочь, вот действительно поддержать именно в части вот всех этих электроэнергий? А это вопрос же не денег. Если бы это можно было купить за деньги, вообще не было бы вопросов. Германия поставила уже 2,5 тысячи трансформаторов. Уже. Сюда в Украину, да, бесплатно, естественно, поставила. Тут никакими деньгами не получится. Весь этот ущерб, который наносит Российская Федерация, вот конкретно для самих электростанций, конкретно, ну даже не электростанций, а для электросетей, скажем так, он в деньгах-то выражается в небольших суммах. Дальше косвенный ущерб, потому что вот постой 2 дня всей экономики, мы понимаем, сколько Россия за это будет должна заплатить потом. Но восстановить это скорость, знаете, как промышленных потенциалов. Вот наши электрики успевают чинить с какой-то скоростью. И еще нужно подвозить запчасти. Мы же не знаем, какие понадобятся. Вот. Это первое. А в это же время их электрики российские, которые такие же, кстати, участники геноцида прямые, да, вы понимаете, что в России есть электрики, не военные, а электрики, которые рассказывают военным, какую точку надо разбомбить, чтобы как можно больше там умерло младенцев во время родов и так далее. Они вот это рассказывают. Это гражданские совершенно люди. Миша, извините, что я перебиваю, но я здесь добавлю. Вот я сегодня прочитала, что в ДТЭК подозревают, что информацию о степени повреждения энергообъекта врагу сдают люди на местах. По словам исполнительного директора, да, Сахаровка, много информации было доступно в интернете еще до войны. Многие работали в украинской энергетике, учились в Украине, сейчас работают в России. Вот эти люди сегодня являются вредителями фактически. Вы знаете, есть, вообще надо просто в этом разбираться. Даже давайте не возьмем этих шпионов, это понятно, ну, которые там предали, изменили и так далее. Но, в принципе, есть люди, которые профессионально разбираются в том, как работают электросети. Военные не понимают, куда нужно ударить, чтобы именно, чтобы нанести максимальный ущерб, цель нанести гражданскому населению, правильно? То есть их цель, чтобы умерло как можно больше, прежде всего, детей, ну и дальше остальных людей. Это их цель, это понятно. Значит, вот этот расчет может произвести только грамотная электрика, это же целая энергосеть страны. Это люди из Росатома, люди из там, какие у них там еще энергетические компании, Росгидро и так далее. Вот все эти компании, я уверен, сейчас привлечены к этому процессу. И все эти люди участвуют в геноциде, вот прям прямые участники геноцида. А в это время наши электрики, они спасают нашу страну, да? Вот мы под этим вот ледяным дождем, значит, заменяя все эти детали, восстанавливая и что-то строя. Вот это соревнование тех электриков с нашими, ну плюс их ракеты, естественно, с нашими электриками. Электрики против электриков, ракеты против ПВО. Ну вот такое состязание. Тут деньгами не решишь. Денег Запад даст сколько угодно. Вот на это сколько угодно вообще. Вот все трансформаторы, которые можно будет купить, они все купят, но их надо произвести. Тоже, кстати, нет такого лишнего, что тут целые склады с такими трансформаторами, да? Когда подстанции выбивает. Поэтому успеют, не успеют. Тут это не зависит от того, как Запад готов. Он готов на 120% помогать нам в этом вопросе. Там спорные вопросы. Готов они давать там танки или самолеты. Это другое. Но в этом все, что угодно готовы давать. Генераторы в каждый дом готовы поставить. Но просто нету этих генераторов физически. Их столько нету по миру, да, чтобы их поставить в каждый дом. Поэтому смогут или не смогут, это, к сожалению, в наших руках. В смысле, ну, в руках наших профессионалов, которые за это борются. Ну, пока вот получается как-то. Пока никто, ну, мало люди. Умерли, безусловно, люди, я уверен. И в больницах люди умерли, и младенцы вон, и старики умерли, я думаю, без каких-нибудь систем обеспечения дыхания и так далее. Это все само собой. Но сколько, это мы потом посчитаем. Ну, так это будет продолжаться, мне кажется. Но, тем не менее, во Львове провели 9 трансплантаций, да, от посмертных доноров. Вот прямо в эти дни. В Киеве 2 трансплантации. Миша, ну, вот, знаете, восхищаюсь и Тадуровым, и львовскими врачами, и всеми. Все, кто сейчас этим занимается при свечах, операции при свечах, можете себе представить. Ну, просто могли бы же куда-то уехать и работать. Но нет. Ну, как бы, ну, мне кажется, что весь мир должен вообще объединиться с нами. Потому что такой ситуации, я не знаю, когда была вообще в новейшей истории мира, там, за последние 200 лет. Ну, то есть фактически бьется цивилизация с нецивилизацией. Должны же они это понимать. Кстати говоря, Лукашенко, я забыла вам сказать, что ведь ему грозит трибунал как военному преступнику, потому что ей же уже на этой неделе вышла резолюция Европарламента. Я понимаю, что это политическое решение. Но, тем не менее, европейские депутаты признали, что Лукашенко и связанные с ним лица одинаково ответственны за военные преступления в Украине. Означает ли это, Михаил, что ему уже некуда отступать, что по нему уже есть, ну, практически официальное решение, и он это понимает? Да им всем некуда отступать, перестаньте. В том смысле, что у них путь-то один. Либо они завоевывают действительно Украину, часть Украины, добиваются этих переговоров мира и так далее, и обоссабливаются, и живут там, и их признают. Вот это то, чего им нужно. Они поэтому сейчас сдаться и проиграть просто не могут. Для них это все смертеподобно. И когда вы говорите, там, решение, не решение, вот тут я как раз к месту, наверное, вернусь к слову переговоры. Они все время говорят, мы хотим переговоров. Помните россияне эти, да, там, Песков вообще говорит, вы можете прекратить страдания мирного населения, пойдя на наши условия. То есть человек прямо говорит, что они мучают мирное население, то есть издеваются, специально россияне над ним, чтобы, значит, украинская власть согласилась на некие российские условия. Это прямое уже, вы знаете, некоторые говорят, это терроризм, но это не похоже даже на терроризм. Это вот похищение людей с целью вымогательства, там, пытки и так далее, да, ну, страдания, правильно? Откуда страдания-то? Кто их причиняет? Россияне же причиняют, раз они их могут прекратить. Это вот обычный киднеппинг там и так далее, да. Такого рода. То есть это уголовщина, понимаете, это не военные преступления, это именно уголовщина чисто. И тут уголовные суды могут вступать в дело уже, не военные какие-то. Не надо создавать специальных трибуналов, вот. Ну, и что касается слова переговоры, смешно его слышать, почему? А они не хотят переговоров, им не нужно. Россияне не хотят переговоров. И смотрите, Зеленский начал переговоры, он сказал про публичные переговоры, но он их и начал. Он сказал, вот смотрите, вот наши пять пунктов, да, когда он написал там. Вы выводите все войска, вот это, вот это, вот это. Пять пунктов. А они ответили хоть раз. Но они хоть раз сказали, а наши вот такие. Им нужно только время, время выигрывать. Конечно, никаких публичных переговоров им не надо, это понятное дело. А что они публично могут сказать? Переговоры. Они говорят, вот, просто подпишите бумагу. А почему есть переговоры тогда? Они хотят, чтобы мы признали их победителями, издались. А переговоров они не хотят. Как раз не хотят. Если бы они хотели переговоров, они бы озвучили свои условия. Человек, который хочет переговоров, озвучивает свои условия. Мы хотим переговоров, мы озвучили, вот наши условия. Мы хотим мира. Где ваши условия? Мы ни разу их не услышали. Ни одного раза. Понимаете? Начиная со Стамбула, где наша делегация просто дословно озвучила все наши предложения. Все. А Россия не озвучила ни одного слова своих идей. Ни одного. Они не сказали, что они хотят. А где потом? Мы слышим от разных людей совершенно разные какие-то их там цели. Когда, например, Лавров говорит, у нас поменялись географические цели, какие-то географические цели у него поменялись, глобус у него плоский стал, наверное, да. Там Песков говорит, а вы прекратите страдания и тогда примите условия России. Какие? Скажи. А что, ты боишься сказать? Почему? Ну, расскажи, почему боишься сказать? В чем вопрос? Поэтому они ни разу ничего не озвучивали. А, кстати, знаете, да, этот академик российский, например, от Бурятии, он озвучил требования, собственно. Он говорит, проблема в том, что украинцы пользуются туалетной бумагой и хамон едят. И вот мы добиваемся, мы воюем с украинцами, чтобы они стали, как люди, перестали пользоваться туалетной бумагой. Мы, говорит, не пользуемся туалетной бумагой в Бурятии. И они должны перестать пользоваться туалетной бумагой и есть хамон. И пока они будут это делать, мы будем с ними воевать. Может, это их требует? Продолжение следует...